Заседание Рязанской областной думы проходило в несколько непривычной обстановке, а именно в стенах библиотеки имени Горького. Здесь перед парламентариями с ежегодным отчетом выступил губернатор Олег Ковалев. В начале доклада глава региона отметил, что несмотря на кризисные явления в российской экономике, по итогам прошлого 2014 года, область демонстрирует положительную динамику роста основных показателей. Это и промышленности, сельское хозяйство и туризм, а также мелкий бизнес. Такая положительная динамика стала возможной в том числе и потому, что в Рязанской области сейчас реализуется целый комплекс инвестиционных проектов, объем которых составляет десятки миллиардов рублей. Работа по повышению зарплат сотрудникам бюджетной сферы, как и в целом выполнение майских указов, будет продолжена в строгом соответствии с дорожными факторами, утвержденными правительством Российской Федерации. В бюджете для этого предусмотрены все необходимые средства. В своем докладе Олег Ковалев отметил, что областной бюджет сохранил социальную ориентированность. По-прежнему в приоритете у областного правительства остаются заботы о повышении заработной платы в бюджетной сфере. Такая же картина набрадалась во всех субъектах Российской Федерации. Мы обсуждали эту тему в разных форматах на федеральном уровне. И на 2015 год нам предусмотрены субсидии из федерального центра в качестве компенсации суммы 567 миллиардов рублей. Конечно, для нас это важно, получить эти деньги. Таким образом, общий дорожный фонд в 2015 году составит 3,5 миллиарда рублей, если дальше акции западают. Если от нас все не зависят, к сожалению, но будем надеяться, что он сохранится в этом объеме. Это позволит нам существенно повысить качество состава дорог. Коснулся Олег Ковалев проблемы наполняемости дорожного фонда. Дело в том, что в прошлом году его сумма была несколько меньше, чем ожидалось. Впрочем, в нынешнем году дополнительно ожидается поступление средств федерального бюджета на сумму свыше полумиллиарда рублей. Но, конечно, сейчас ключевой упор делается на импортозамещение. Депутаты Рязанской областной думы задавали губернаторы вопросы, касающиеся поддержки промпредприятий и агропромышленного комплекса в условиях западных санкций. Вопрос состоит в том, чтобы сейчас принять оперативные такие меры по реализации инвестиционных проектов. Они есть, их 40 инвестиционных проектов. Создать новые перерабатывающие производства, повысить качество, ассортимент. И мы вполне способны заместить ту продукцию, которую мы видели раньше, импортную продукцию, на нашу отечественную, рязанскую, гораздо лучшего качества. И самое главное, это можно сделать относительно небольшими положениями и в достаточно короткие сроки. Со своей стороны мы уже видим, что нам предстоит сделать. Очевидно, мы будем работать над тем, чтобы внести определенные коррективы в закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности, чтобы в это направление. Мы работаем сейчас на законном государственном частном партнерстве. И вот это все как бы направить на решение, в том числе, этой ключевой задачи. Я думаю, что результат мы получим достаточно быстро. Депутаты приняли доклад Олега Ковалева в целом положительно. Ведь не только на словах, а на деле в нашем регионе реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни всех жителей области. Создается новое производство, строится новый объект. И осознать, что вот это вот сегодня в нынешних условиях можно было решить, наверное, сразу достаточно сложно. При этом я хочу сказать, что динамика развития региона и работа правительства, работа областного законодательного собрания, работа губернатора, на мой взгляд, заслуживает максимально положительной оценки. Потому что есть, что показать, и это не надуманные вещи. Это вещи, которые реально можно потрогать и в системе здравоохранения, и в системе образования, и в спорте, и в развитии промышленного производства и сельского хозяйства. И я думаю, что сегодняшний доклад, вот даже по тональности вопросов от оппозиции, можно было понять, что желания задать вопросы скандального плана, их почти не было. То есть оппозиции тоже понимают, что динамика, которая есть в регионе, ее нельзя не заметить. В целом, рязанские парламентарии отметили, что только благодаря совместной работе законодателей и представителей исполнительной власти можно удержать высокие темпы роста региональной экономики и, соответственно, достойного уровня жизни граждан.